Дорогие братья и сёстры, дорогие наши дети! Душой радуюсь, когда слышу о том, что вы готовы к познанию Христовой истины через изучение основ православной культуры. Это действительно вас обогатит, это придаст вам другого мировоззрения не только на какие-то узкие вопросы, но в широком смысле. Вы готовите себя, чтобы быть пригодными для созидания добра в мире. Поэтому этот пятый международный конкурс на такой православной культуре да, принесёт вам пользу верию, да, поможет вам упитать те вопросы, которые так необходимы для православного христианина. Я душой радуюсь, когда встречаюсь с вами хотя бы через телевидение. Конечно же, мы с вами призваны в этот мир, чтобы этот мир изучить. А мир этот прекрасен, он создан Богу. Господь его создал для того, чтобы мы познавали его, Бога благодарили и себя обогащали. Вот познавая этот мир, мы вступаем в тот Божий контакт, который так необходим. Для чего человек изучает этот мир? Изучает историю, изучает историю Святой Православной Церкви для того, чтобы понять то прекрасное творение, которое Господь сотворил. Поэтому, принимая участие в конкурсе «Зерно истины», мы с вами обогащаем себя, и мы с вами приобщаемся к тому кладезю, который хранит в недрах своих всё то необходимое, чтобы стать православным христианином и образованным человеком. Бог вам в этом помощь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня, как всегда, по субботам Сиферопольская Крымская епархия, Министерство образования, Автономные республики Крым, Дирекция конкурса «Православная инициатива» город Москва Российская Федерация, а также государственная телерадиокомпания «Крым» представляет вашему вниманию юбилейный, пятый, международный конкурс школьников-знатоков православной культуры «Зерно истины». Сегодня мы станем свидетелями игры команды-знатоков из Гомельской епархии, Беларуси. Итак, встречаем! Константин Цирильчук, девятиклассник 27-й школы. Изучает английский язык, занимается плаванием, любит литературу. Вера Селивончик, девятиклассница 49-й школы с углубленным изучением немецкого языка. Вера Ерина, девятиклассница, посещает театральный кружок, занимается хореографией. Анастасия Кусенко учится в восьмом классе 14-й гимназии, занимается музыкой и в будущем хотел бы стать переводчиком. Денис Сыч, девятиклассник 29-й школы, он признается, что любит свою младшую сестру и читает ей книги, а хочет стать поваром, чтобы вкусно кормить людей. Кусенко Денис, десятиклассник лингвистической гимназии. У него тоже есть сестра, ее зовут Настя, и еще два братита. Он их тоже очень любит, уважает точные науки, физику и математику. Ну и, наконец, Кирилл Сафронов, десятиклассник лингвистической гимназии. Очень любит читать и занимается водным полом. Вот такая у нас сегодня спортивно-лингвистическая, я бы сказал, команда знатоков православной культуры. Счет 0-0, телезрители ждут, когда вы, дорогие знатоки, ответите на их вопросы. Первый вопрос для своей команды выберет при помощи компьютерной программы Константин Цирильчук. Для этого ему будет нужно нажать на красную кнопку выбора вопроса. Вопрос номер 50. Ну что же, есть такая поговорка, которая помогает дружным командам. Вы, наверное, догадались. Это один за всех и все... За одного! Ну что же, кто-то один должен будет остаться сейчас за конкурсным столом. А пока вы выбираете, кто, я выйду к вам. Останется Константин Цирильчук. Костя, я открою небольшую тайну, которая поможет тебе не так волноваться. В трех вопросах, которые обычно попадаются одному знатоку, как правило, не самые трудные вопросы. Просто нужно сосредоточить свое внимание. А как правило, это такие вопросы, на которые все знают ответ. Ну, по крайней мере, многие. Что же, встречай. Как у тебя с загадками? Не очень. Ну, загадай мне какую-нибудь, я попробую ответить. Летели три ворона. Один кричал, я Петр. Второй, я Филипп. А третий, я сам Велик. Речь о постах, наверное. Да. Ну, тогда я тебе загадаю одну. Ты этот предмет множество раз видел в храме. Это была подсказка. А теперь, внимание, сама загадка. Тело белое. То есть белое. Душа льняная. Зельна. Головка золотая. Тело белое. Душа льняная. Головка золотая. Видел храм. Это, наверное, плащаница. Нет. Головка золотая. Тело белое. Белая свеча. Фитилек. Ниточка льня. А когда горит, золотая голова. Сложная загадка? Сложная загадка. Ну, наверное, не очень. Ну, все равно, он очень старался. Давайте, поддержим. Ну и потом, это был пока только первый вопрос. Так что телезритель выигрывает с очень небольшим счетом. Всего лишь 0-1. Занимайте свои места и помогайте. Вопрос для команды выбирает Вера Селивончик. Вопрос номер 34. Это вопрос на заданную тему. Его вам подготовили ваши друзья, знатоки православной культуры из Старого Оскола. В одном городе жил банкир, имеющий крупную сеть банков. И с директором одного из филиалов произошла такая история. Алло. Да, здравствуйте. Вы на завтра хотите, да? Нет, завтра я не могу. Завтра у меня три встречи. К вам можно? Да, пожалуйста, заходите. Я вам присоединю позже. Я сегодня очень занят. Вот, Григорий Борисович, годовой отчет передал. Спасибо. Это что за цифры? Это что такое? Быстро, Григорий Борисович, и ко мне. Хорошо. Григорий Борисович, вас зовут. Десять минут спустя. Вы просили зайти, Александр Андреевич. Вы мне объяснили, что это за цифры? Почему у нас такая большая растрата за прошлый год? Я вам даю две недели, чтобы вы вернули все деньги. Если не исправите все, вы об этом сильно пожалеете. Расстроенный директор пришел домой и очень сокрушался по поводу сложившейся ситуации. Что случилось, дорогой? Проблемы на работе. Какие? И он рассказал все подробности сегодняшнего дня жене. Давай сходим в церковь и посоветуемся с отцом Геннадием. Ты права. Так и сделай. Они отправились к знакомому священнику. Он объяснил, что не надо фонать мудрение и отчаяние. Мы все живем в миру в полном искушении. Молитесь и убывайте на Бога. На следующий день директор пришел в офис и вызвал своих старых клиентов. Проходите. Здравствуйте. Можно? Да. Вы лишились квартиры за непосределку. Я знаю, что у вас большая семья. Я помогу вам вернуть вашу квартиру. Огромное спасибо. Вы спасли мою семью. Мы будем молиться всю жизнь и все позовите. Я слышал, что ваш сын тяжелоболен. Наша панут полностью оплатит в лечение и реабилитацию. Спасибо вам большое. Вы наша последняя надежда. Без вашей помощи мой сын умер. Прошло две недели. Аня, позовите, пожалуйста, Григория Борисовича ко мне. Хорошо. Можно? Заходите, пожалуйста. Ну что, Григорий Борисович, все СМИ сообщают о необучаянии благотворителя при деятельности нашего банка. Наш рейтинг вырос. Количество клиентов увеличилось. И все доходы и расходы банка погрыты смехвой. Все благодаря вашим стараниям за последние две недели. Вы можете продолжить работу в нашем банке. Итак, через одну минуту вам нужно будет ответить, что бы это значило. Что это значит? Это притч о рабе, который много задолжал своему господину, а потом отпустил все долги другим более... Своим должникам отпустил все долги. Да. Ее забыл, как она называется. Питч. Давайте думайте. Что, она начинает с вами притч? Знаешь, сколько притч о рабах? О рабах. Притч это очень как? О хозяине, наверное. Я его хозяине. Нет. Что? Что может быть? Да вот связать это надо. Умный раб. Господин его похвалил. Тенис. Сориентировался у меня. Притча о человеке, у которого был долг. Ну, как раз. Отвечай. Вера. Вера. Подождите еще. Это же притча о рабе его хозяине. Нет, это другая была. Там другая притча была. Да. Сначала думала, что это все будет. Давайте. Как мы это будем отвечать? Притча о добром. В добром. В добром. Итак, время истекло. Капитан команды. Ответ. Вера Селивончик. Это притча о добром рабе. Давайте попросим команду из Старого Оскола сказать, правильно или нет вы ответили. Это была притча о неверном управителе. К сожалению, команде не удалось дать правильную версию ответа. Счет 2-0 в пользу телезрителей. Третий вопрос для своей команды выбирает Вера Ерина. Вопрос номер 13. Итак, внимание на экран. Для вас Елена Вячеславовна Шматова прислала телевопрос из города Симферополя. Уважаемые знатоки, скажите, пожалуйста, что обозначают эти цифры? 3, 37, 62, 87, 102, 142. Восьминута на размышлении. Как они могут быть связаны? Это псалмы какие-то. Псалмы Давида? Да. А подожди, сколько есть штук? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Может, они что-то? Помнишь псалмы? Может, нет, какие-то у них может. А может, это не псалмы Давида? Нет. Наверное. У Давида другие псалмы. Нет, может, это не Давида псалмы. Костя, а если это же за псалмы? Псалмы и шесть псалмы? Да. Еще версии, версии еще. Что там в кем псалмы могут быть? Ну, псалмы, если бы это были, то было бы тут 50-90-100. Может, это те, которые не написаны. Но это же псалмы, скорее всего. Будет. Еще. Что это? Может, это псалмы, который написал не Давида, а другой. А кто? Не скажи, что это псалмы. Псалмы, скорее всего. Кто? Кто еще? Итак, время истекло. Капитан команды Кирилл Сафонов, кто ответит на этот вопрос? Отвечу я. После совещания мы решили, что эти псалмы входят в состав шестопсалмы. Ну что же, внимание на экран. Ответ. Это номера псалмов, составляющих шестопсалмия. Шестопсалмия – это очень важная часть утреннего богослужения. О ее важности свидетельствует то, что шестопсалмия читается на каждой праздничной и воскресной утренне, за исключением Святой Пасхальной Седмицы. Но я хочу напомнить счет 2-1, пока еще в пользу телезрителей. А сейчас – музыкальная перемена. За землей летели лебеди. И солнечным днем было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой им в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил. И вырвался крик, что с тобой, моя любимая, отзови старей. Красотой своей, сердцем не согрей. Что с тобой, моя любимая, что весенним днем в небе голубом, Как прежде нам не быть вдвоем. И была непоправимаю эта беда, Что с любимой не встретиться он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, Песню прервал. И сложив бесстрашно крылья он на землю пол. Ты прости меня, любимая, За чужое зло, что мое крыло Счастье не спасло. Ты прости меня, любимая, Что весенним днем в небе голубом, Как прежде нам не выбить вдвоем. Четвертый вопрос для своей команды выберет Куценко Настя. Вопрос номер четыре. Итак, три вопроса из ларца. Три коротких вопроса по 20 секунд ответа на каждый. На православном кресте, вернее над ним, Иногда изображается птица, сидящая сверху. Что это за птица? А что еще? Орел. А почему орел? Орел символ одного из Евангелий. Голубь. Да, голубь, потому что посланник был, Прекрещение. Еще? Еще птицы? Птицы. Птицы. Голубь, скорее всего. Да, голубь. Над чем? 20 секунд на стекло, есть ответ. Да, ответ есть. Это голубь. Абсолютно верно. А голубь символ? Символ? Божьего посланника. Символ святого духа. Абсолютно верно. Мытарь. Патриарх. Мытарь. Мытарь. Нам нужно. Итак, 20 секунд завершилось. Ответит Вера Ерина. Ну, это может быть Захар. Ну, уже говорили, что от имени Захария, а еще имя Закай, а еще очень близко. Вспомните, мытарь, который залазил на дерево. Закхей. Что ты делаешь там? Слазил? Потому что сегодня же буду в твоем доме. Закхей так звали этого мытаря. К сожалению, вам не удалось дать правильного ответа, и поэтому счет 3-1 в пользу телезрителей. Пятый вопрос для своей команды выбирает Сыч Денисов. Это вопрос номер 18. О времени этого евангельского события Писание не говорит однозначно. Существует церковное предание, по которому оно, то есть это событие, совершилось за 40 дней до другого печального и в то же время спасительного события. Однако в церковном календаре празднование этого события перенесено на более позднее время и образует как бы особый цикл с другим церковным праздником, отмечаемым через 40 дней. Постарайтесь сейчас назвать эти два праздника. Вознесение? Вознесение Пасха, потом 40 дней это воскресенье. А через 50 — это 50. То есть, получается, первый праздник — это Пасха, а второй — Вознесение. А еще? Оно произошло за 40 дней? Да. Да. Первый Пасха, второй — Вознесение. Еще один человек, тогда подожди. У меня было никаких цифр. Цифры означают. Что? Пост. А потом начали пост. За 40 дней, что произошло за 40 дней? Что-то вообще не понимаю. Может, преображение? А, да, 40 дней, я скажу, что спустил. Преображение? Итак, минута завершена. Ответит Константин Терельчук. Мы решили, что первое — это преображение, а второе — это Пасха. Итак, я прочитаю правильный ответ. Действительно, непростой вопрос был. Преображение и по внутреннему, глубокому смыслу связано с ожиданием страданий, предсказанием о них. Господь показал апостолам свою славу, чтобы они, видя его распятым, уразумели, что это страдание вольное. Речь идет о праздниках преображения Господня и крестовоздвижения. Но, все-таки, засчитать этот ответ, правильный или нет, это решит Совет Старейшин Макарова Татьяна Петровна. Вы очень правильно это сказали. У вас были правильные версии, вы шли правильным путем. И Совет Старейшин считает, что ваш ответ можно засчитать. Итак, я напомню счет 2-3 в пользу пока еще не зрителей. Шестой вопрос для своей команды выберет Пуценко Денис. Вопрос номер 309. Это выносной вопрос. Встречаем. Итак, сборная команды знатоков православной культуры из города Луцка, Украина, задает вам свой вопрос. Сейчас перед вами изображение храма. Ранее апостол Петр сказал эту фразу Иисусу Христу на Тайный вечер. В Риме существует церковь, которая расположена близ Апиевой дороги. Сейчас вы изображение этой церкви как раз и имеете перед своими глазами. Согласно преданию, апостол Петр именно на этой дороге встретил Христа, к которому и обратился с вопросом. С каким? Минут. Спасибо за Тайный вечер. Спасибо за Тайный вечер. Еще слова были сразу на Тайный вечер. И на этой дороге. Это, может быть, помните? Может, про камень? Не. А что про камень? А что может быть? Постави на тебе церковь свою. Петр. Петр. А что не я? Петр спрашивал на Тайный вечер. Минута завершена. Минута завершена. Ответит царевичу Константин. Какой вопрос задавал апостол Петр? Предам ли я тебя? Предам ли я тебя? Угу. Если вы внимательно послушали вопрос о том, что церковь находится на этой дороге, то можно было бы вспомнить, какой вопрос задавал апостол Петр. На славянском языке он звучит таким образом. Камагредеш, Господь. Куда идешь, Господь? Или во вадь. Куда идешь? На аповой дороге апостолу Петру было явление Христа. Петр спросил, куда, Господи, идешь? И услышал ответ. Иду в Рим, чтобы снова быть распятым. После этих слов апостол Петр вернулся в Рим, чтобы исполнить свой долг до конца, быть распятым, как был распят Господь Иисус Христос. Что же, конечно, сложный, непростой вопрос прислали к нам телесрители. Счет 4-2. Польфу телесрителей. Седьмой завершающий вопрос, который выберет капитан для своей команды Кирилл Сафронов. Вопрос номер два. Иван Грушицкий из города Тернополя прислал к нам свой следующий вопрос и записал его на видеокассету. Внимание, на экран. Телевопрос. Здравствуйте, знатоки. Меня зовут Грушицкий Иван. Я из Тернополя. Хочу задать вам вопрос. В своем слове о законе благодати митрополит Иларион противопоставляет две вещи. То, что он назвал законом и что благодати. Так что же он назвал законом, а что благодати. Закон это Ветхий Завет, а благодать это Новый Завет. Может быть. Скорее всего так. Да. Какие еще есть? Потому что... Ну, какие книги Библии? Вот. Нужно опалкиваться от Библии. Книги Библии. Не Библии, а Священный Писанин. Ну, Иван. Священный Писанин. Ну, Новый Завет еще написано. То, что, наверное, было еще в Евангелии было написано. Что? Закон. Ветхий Завет. Благодать Новый Завет. Хорошо. Подумайте еще. Мало ли. Мало ли. Хотя все мы поможем. Чего? Еще версия. Ну, может, я еще думаю. Может, так. Почему здесь Ветхий Завет? Сейчас есть еще написание. Итак, минута завершена. Капитан команды Кирилл Сафронов. Кто ответит на этот вопрос? Ну, конечно, если у вас есть ответ. Отвечу я. В вопросе... В общем, законом называется Ветхий Завет, а благодатью Новый Завет. Внимание на экран. Внимание. Правильный ответ. Законом он называл Ветхий Завет, благодатью Новый. Ну, что же, я поздравляю вас с правильным ответом на этот вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ И напоминаю, счет 4-3. Кольцу и зрителей. Ну, что же, мы благодарим вас за напряженную игру. Совет старейшин назовет сейчас самого ответственного знатока из вашей команды. В тени больших берез, Наивных детских слез, Когда ругала в шутку и всерьез, Мама, вставав и уходил, Прощенья не просил, Как жаль, что я таким когда-то был. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, хожу и поезда встречаю. Мама, как грустно мне без теплых рук твоих. Я иногда боюсь, Что в сердце моем грусть Поселится, и я твержу вернусь. Мама, где детские года? Я знаю все это, Что быть с тобой навечно навсегда. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, как грустно мне без теплых рук твоих. Мама, как грустно мне без теплых рук твоих. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, я без тебя всегда скучаю. В настоящее время, особенно с установлением праздника Дня Семьи Любви и Верности, возрождается почитание святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются образцовой супружеской парой. История их любви изложена в этой книге святые Петр и Феврония Муромские. И получает эту книгу, как лучший знаток вашей команды, Цирильчук Константин. Поздравляю вас с вами. Поздравляю. Поздравляю вас с вами. Поздравляю вас с вами. Поздравляю вас с вами. Поздравляю вас с вами. Неудивительно, что проведение телевизионного конкурса школьников, знатоков православной культуры «Зерно истины» оказалось делом, хотя и достаточно сложным, но весьма востребованным. И, наверное, дело здесь не только в том, что проходит он в начале сентября в теплые дни на Черноморском побережье, в Крыму, где ребята могут не только пообщаться, но и отдохнуть в прекрасном замке «Викинг». Дух дружбы, сотрудничество, взаимодействие, общение постоянно пребывал в дни проведения конкурса здесь, среди нашего юношества. И, конечно же, мы надеемся, что умение умение слышать другого, а не только высказаться самому, умение принимать решения и брать ответственность за эти решения на себя, безусловно, помогут нашим ребятам в их будущей жизни. Наверное, это и будет главная задача, для чего стоит проводить подобные состязания знатоков православной культуры. Ребята, как всегда, дорогие телезрители, будут с нетерпением ждать ваших писем, писем с вопросами, которые вы можете присылать по адресу. Также вы можете присылать нам свои вопросы, зайдя на официальный сайт нашего телепроекта, его адрес сейчас на экране перед вами. Ангела-хранителя всем вам, до следующей встречи на следующей неделе. Ангела-хранителя 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 Ангела-хранителя